То, о чем мы сейчас говорим, где что располагается. Посмотрите, пожалуйста, что находится за моей спиной. За моей спиной находится банк Нейва. Да, хороший банк, не знаю, как с ним работать. Ну, возможно, что-то он должен вам предпринять. Проблема в чем заключается? Чем отличаются кредитные потребительские кооперативы от банков? Ну, тем, что у банков побольше средств, понятно, да? Они все это дело финансируют и берут деньги, скорее всего, за рубежом. Вот, а потом, ну, попытаются с чем-то пободаться. Но, как вы понимаете, что банки все это делают, раскручивают все проблемы нашей инфляции. Потому что, вот берем кредитный потребительский кооператив. Он тут же здесь располагается, прямо на этой же улице, проспект Ленина. Прямо за моей спиной МГТУ-шка находится. Так вот, разница между банками. Вот сейчас дальше идем, так же еще банк нарисовался. Да, прикольно, да? Когда мне говорят, что кредитные потребительские кооперативы и банки две разные вещи, я сейчас скажу, абсолютно все одно и то же. Просто о чем мы сейчас говорим? О том, что кредитные потребительские кооперативы, они берут ваши деньги, а банки берут деньги не ваши. У банков денег больше. И поэтому они могут себе в большей степени позволить и аренду, и все остальное. Кредитные потребительские кооперативы, получается, что не так. То есть понятен результат, да? Все работают и дают вам возможность заработать деньги. Только кредитные потребительские кооперативы дают вам возможность чуть-чуть больше заработать. А вы уже дальше думаете, господа мои. Давайте опустим ляпы и продемонстрируем вам финансовую реальность. То, на чем зарабатывают банки. Выдача кредитов. То, чем занимаются кредитные потребительские кооперативы. То же. Как банки выдают кредиты. Берут где дешевле, а лучше за бугром. Как КПКшки выдают кредиты. Ну, уберя деньги у нашего населения. Вопрос тут только работы с нашим населением. И теперь грамотный результат, как банки зарабатывают. Банки выдают замечательные кредиты. Я как-то вам писал то, что я прочитал в ленте РУ, да? Сколько стоят наши кредиты. Вот, по сути, все банковские кредиты на ваши замечательные карточки выдаются под весьма приличные проценты, под 65%. То же самое вам выдают кредиты и кредитно-потребительские кооперативы. Любые. То есть они у вас берут деньги, ну, в пределах 23% годовых. Вот. И выдают кредиты. Естественно, возникают проблемы. Как же без них-то? Есть люди, которые просто их не выдают. Да. Но, тем не менее, человек, который задолжал либо банку, либо другой кредитной организации сумму свыше 100 тысяч рублей, уже попадает под весьма прикольные санкции. Мало того, что когда он задолжал сумму меньшую, он просто не сможет выехать. А когда у него сумма больше 100 тысяч рублей, он может и сесть. Уж поверьте мне. По сути события, являемся ли мы закредитованным государством? Нет, не мы, не закредитованное государство. Уж поверьте мне. Максимально закредитованное государство располагается в аккуратно другой штуке от поверхности земли. То есть максимально закредитованное государство – это Америка, дорогие мои. Там доля кредитования, закредитованности людей – это 90%. Так что вы уж ничего не говорите, насколько там все круто живется. Ну-ну. Когда вы покупаете в лизинг, ипотеку… А, в ипотеку, да? Дом за 300 тысяч долларов, то там кредитные платежи абсолютно не детские вылетают. А у них там все дома такие. Хотя они и стоят за дешево. Но, тем не менее. То бишь, если мы говорим про большой кредитной организации, как, допустим, Сбербанк, да, то доля невыплаченных кредитов, она, ну, есть, естественно. Гораздо другая штука у кредитно-потребительских кооперативов, да. И тогда у них тоже возникают некоторые проблемы. Но, тем не менее, они с этим делом и справляются, и продолжают брать ваши деньги. Единственный вариант, что они не могут себе позволить количество вот этой… И структуру такая, как у банков. Ну, нет таких денег, извините уж. Конечно, и банки принимают вклады, но вопрос с инфляцией. Пока нам по ушам проезжает, я не понимаю суть проблемы. Да, по нас проехали, и недвижимость в рублях устояла. Вопрос цены на продукты и то, без чего мы жили, но, по сути, жить не можем. Так он в два раза стал-то выше. Как-то круто получается. Так что же у нас с инфляцией? Ее как-то догонять приходится. Но, по сути, не каждый житель и Магнитогорска, в том числе, обратится к кооперативам. Итак, я так прекрасно понимаю, что у нас все, в принципе, одно и то же. Вы берете у населения вклады и выдаёте кредиты. То же самое, по-моему? Да, совершенно верно, так и есть. То есть, когда говорят банк и кредитно-потребительный кооператив, вы говорите об одном и том же? Да. Теперь возникает вопрос, да? Я очень много кредитных потребительных кооператив сегодня показал. Но я прекрасно понимаю, что вы же не Магнитогорский. Это только часть вашего подразделения, Магнитогорский фериал. В каких городах в реальности у вас, вы можете принимать вклады, население? Мы можем принимать вклады по всей Челябинской области, сам город Челябинск, и по Свердловской области. Это также город Верхняя Пашма у нас там, по всей Челябинской области у нас наши филиалы находятся. Ну так вот, господа, к сожалению, холод наступил. Но, тем не менее, в это время вы можете заработать свои деньги. Как вы вам прекрасно объяснили, слово кредитно-потребительские кооперативы и банки – это все абсолютно одно и то же. Только надо понять сущность. Банк больше и крупнее. Кредитный потребительский кооператив располагается в тех же самых местах, что и банк. То есть возникает вопрос, куда вы свои деньги отнесете. Вы можете отнести свои деньги в банки и получить, грубо говоря, 7%, ну 10% – это максимум. Можете отнести свои деньги в кредитно-потребительские кооперативы. Они прямо там же и располагаются. И получить в два раза большую сумму. В остальном и те, и другие выдают кредиты под те же самые проценты. Поэтому говорить о том, что кто-то где-то на чем-то на вас будет деньги зарабатывать, если вы получаете кредиты, абсолютно нет. Вы также и там, и в другом месте получите свои кредиты, но под вполне приличные проценты. Теперь возникает вопрос, для кого созданы кредитные потребительские кооперативы. По сути, не созданы для вас, господа мои, магнитогорцы. Те, у кого есть деньги. Потому что в магнитогорце деньги в большом количестве существуют. Вы просто посмотрите, сколько у нас этих севдозаймов, которые выдают бешеные кредиты. Это не 65% годовых, там 1500, если только начало, то такое есть. Поэтому думайте сами. Если есть замечательные денежные средства, вы еще можете их положить. И самый оптимальный – сделать для себя кредитно-потребительский кооператив. Потому что, ну извините, сумма-то в два раза больше как-то.